Продолжение следует... Мы переходим к очередной сессии, и у нас сейчас сессия Джона Ллойда. Поскольку программа немножко модифицировалась, вы увидите, что Лена не может найти Джона Ллойда. Но на самом деле он записан в субботу у нас, 13 декабря. Тема обозначена, и программа изменилась, а в нашей жизни вместе с тем ничего не изменилось, мы продолжаем работать. Это сессия на сегодня в официальной части программы последняя. Про неофициальную вам Марина Скорикова объявление делала, поэтому не расслабляйтесь. Ну так, тут принято у нас долго и напряженно работать. Все иностранные агенты работают до упада. Коллеги, пожалуйста, передаю микрофон Лене для представления эксперта. Я не знаю, как перед новыми людьми, которые здесь представить, потому что несколько человек, включая нас, Андрюшу, Нодаре. Юра, я не знаю, выступал о Джоне, что я думаю, прекрасно знают, но я хотела бы что-то повторить, ну, как говорят, сказать опять все своими словами. Я бесконечно благодарна, что Джон, давний наш с Юрой друг, пришел в школу, помог ей оформляться и стал председателем попечительского совета школы. Это, на самом деле, большая нагрузка, большая психологическая и интеллектуальная нагрузка. И пришел он и стал председателем попечительского совета в не очень приятные для школы времена. Я не усугубляю трагичность момента, но я просто хочу сказать, что он не такой светлообразующий. И Джон с нами, с нами весь попечительский совет, я надеюсь. И самое главное, что то общественное влияние, которое он имеет как журналист, долгий уже журналистский путь, корреспондент когда-то здесь, Financial Times, когда мы познакомились в 88-м или 87-м году? В 88-м. И он не говорил ни одного слова по-русски. И потом... Еще не могу. Еще нет. И потом как-то на один месяц уехал в Лондон, а потом приехал с каким-то, но все равно языком. Я никак не могла понять. Оказывается, это... Вот я для молодых рассказываю. Существуют способы, когда ты на целые 24 часа, на один месяц одеваешь вот эти наушники, учишься в каких-то курсах, которые умеют это делать с твоими наушниками, твоим внутренним сознанием, и ты возвращаешься с языком. Потому что, на самом деле, ему надо было сразу делать интервью, делать работу, никто не помогает. Русский язык – неведомая история. А время было бурным, время было многообразным, и жизнь текла. Джон стал совсем близким человеком, родным не только для школы, но и нас. Это часть нашей биографии. И совершенно замечательный журналист и маэстро своего дела. Кроме того, что он пишущий человек для Financial Times, он возглавляет институт для журналистов в Оксфорде. Так что вот прямая профессия для многих здесь журналистов, как они готовят журналистов в Оксфорде. Может быть, когда-то вы будете задавать ему вопросы, а может быть, кто-то получит грант. Несмотря на всю антиевропейскую пропаганду, антизападную, я вам рекомендую получить гранты и поехать туда учиться. Это все равно хорошая школа, всегда пригодится. Поэтому выясняйте у него, как туда поступить, молодые люди. Со всех регионов России рекомендую. Джон, спасибо тебе, что ты здесь, и мы начинаем работу. Спасибо тебе. Спасибо, Лена, и добрый вечер, коллеги. Вы знаете, что это всегда большая честь говорить здесь, выступать здесь. Для нас, для нас, иностранцев, которые сюда приедут каждый год, говорить с вами, слышат, вас слышат. И я очень надеюсь, очень-очень надеюсь, что связи между нами и вами продолжают, потому что это трудное время для нас. Я буду говорить по-английски, но сначала несколько слов по-русски. Я не умею говорить. Лена, всегда слишком добрая. Я не умею говорить 20-30 минут по-русски. Не умеешь? Не умею. Даже не по-английски. По-лекции? Лекции, да. Может быть, вы устали. Я тоже устал. Я буду говорить. Он самолет. Но недолго. Но я хотел бы сказать что-то сначала. Я хотел бы говорить о журнализме и безопасности. Журнализм и безопасность. Потому что это очень важно для нас, для нас, журналистов. Я хотел бы говорить о Эдуард Сноден, который сейчас живет здесь, в России. Может быть, он здесь. Может быть, он будет Эдуард Сноден. Сноден. А, это я знаю. Да, да, да. Инвестный человек. Может быть, он будет граждан России. Я тоже хотел бы говорить о моральном выборах. Саша Сагамонов раньше говорил об этом. И он прав. Саша Сагамонов всегда прав. Он сказал, что у нас, у нас, журналисты, у нас моральный выбор. И я хотел бы говорить об этом. А теперь, прошу прощения, я буду говорить дальше по-английски. Итак, прежде всего, хочу поговорить о безопасности и журналистике. Что же произошло, из-за чего это время стало не похоже на другое время? Чем у нас стало отличаться от прошлого года, от позапрошлого года? Когда, как и всегда, это бывает. В декабре у нас были здесь журналисты. Многие из вас здесь присутствовали. И тогда большинство, наверное, нет. Я думаю, что в нашей профессии разница в том, что мы увидели добавление нового элемента к этому. А именно массовое сливание секретов. Преимущественно слив секретов преимущественно из США. Не все из них, но большинство. Это означает новое журналистские расследования. Журналистские расследования – это такая журналистика, на которую требуется много времени. И журналисты в ходе расследования пытаются просветить, пытаются раскрыть те секреты, и те тайны, которые очень часто присущи правительствам, властям, корпорациям. И этих тайны не должно быть. Очень часто они связаны с коррупцией или связаны с опасностью, и которые, безусловно, надо было разоблачить. Одной из самых больших задач, стоящих перед журналистикой, это как разоблачение подобного. На Западе и, прежде всего, в Америке, самым знаменитым до сих пор, даже поныне, остается так называемый «Ватергейтский скандал», дело «Ватергейтское», о котором, наверное, вы знаете, два репортера из газеты «Вашингтон пост», разоблачили как раз все более и более криминальное поведение администрации тогдашней Соединенных Штатов во время президентства Ричарда Никсона и разоблачили столь многое, что ему пришлось подать в отставку. И по-прежнему это остается таким идеалом для журналистских расследований, которые могли разоблачить столько материала, настолько, что самый влиятельный тогдашний, человек, обладающий самой большой властью среди политиков в то время, президент должен был подать в отставку. Конечно, журналистские расследования требуются много времени, не нужно поговорить со многими людьми, нужно читать документы, нужно звонить людям, нужно встречаться с ними. На это действительно требуется много времени. Сейчас за последние 2-3-4 года возник новый феномен. Прежде всего возникла Вики Ликс. Вики Ликс — это Джулиан Ассанж, австралиец, который сейчас является затворником в посольстве в Лондоне, поскольку он не может из него выйти, его сразу арестуют, его немедленно выдадут в Швецию, где против него выдвинут обвинения в вознасиловании. И в прошлом году, и в начале этого года, те откровения, эти разоблачения, которые провел Эдвард Сноуден в отношении того, что делает Агентство по национальной безопасности в США, которое как раз и занимается, являясь тем агентством, которое, по сути, прослушивает все сообщения в стране. Это такое... Речь шла о прослушивании и о материале, который в Британии... В той службе, которая, по сути, занимается тем же самым Британией-Песечью. И вот эти две утечки информации произошли прежде всего от Вики Ликс, прежде всего, перехваченная переписка дипломатической службы США, сотни тысяч телеграмм, спемарандумов, памятных записок от американских посольств по всему миру, коммуникации послов и другого персонала, которые откровенно писали про те страны, в которых они находились, включая Россию. Там было очень много материала про президента Путина и многих других лидеров, которых описывают очень часто очень нелестными словами в этих телеграммах. И потом эти телеграммы выложили в интернет. Это не все было, что сделал Вики Ликс. Они также разоблачили, что американские солдаты стреляли в тех людей в Ираке, которые не были опасны, не представляли опасности. Например, двое из них были журналистами, работавшие для Рэптерс. Но самые знаменитые были дипломатическая корреспонденция. Это нанесло большой вред, потому что американские послы, по сути, выполняли работу не так, как можно было ожидать от них. Но в действительности самая большая разница возникла из-за того, что сделал Эдвард Сноуден, из-за той информации, которой он, благодаря ему, произошла утечка. Он работал в Национальном агентстве безопасности. Его наняли туда на работу, поскольку он был большим экспертом в компьютерах и в компьютерном программном обеспечении. И он начал, как патриотический американец, хотел служить своей стране, но все более и более испытывал тревогу в отношении того масштаба наблюдения, мониторинга, которое выполняли Национальные агентства безопасности, следя не только за иностранцами, но и за американцами, и за теми американцами, а это считается преимущественно противозаконным. И используя свои навыки, он, по сути, загрузил тысячи и тысячи документов и после этого уволился из Национального агентства безопасности, обратился к некоторым журналистам, о которых он либо слышал, либо знал их, и, по сути, рассказал им большую часть истории. Он уехал из Америки, прежде всего он направился в Гонконг, а затем он приехал сюда. И те из вас, кто следили за этой историей, знаете, что он провел достаточно долгое время либо в аэропорту в Шереметьево, то ли в Домодедово. Мне кажется, в Шереметьево. Он буквально там и спал. Вряд ли в опущенных комфортных условиях, я так думаю, в Шереметьево. Но, да кто знает, кто знает. Я, правда, не пробовала там спать. Но теперь у него квартира, мне кажется, в Москве. Но никто в действительности не знает, потому что это все секрет. Те документы, которые из-за этого были разоблачены, они касались того, как работают секретные службы Америки и Великобритании и нанесли им большой урон и ущерб. Было сказано, что то, что сделал Сноуден, он, по сути, поставил, свел на нет целые годы работы и разоблачил, или, возможно, потенциально разоблачил, потому что многие из его документов до сих пор не опубликованы. Те секреты, которые пойдут на руку террористам и могут поставить под удар информаторов и агентов. Поставить их в опасность, может привести к гиппеле. Критики, такой взгляд, и те люди, кто поддерживают Сноудена, более или менее, утверждают, что он был прав, разоблачив то, что было и нанесло огромный ущерб и урон гражданским свободам. Потому что вот здесь мы говорим об огромном агентстве, Национальном агентстве безопасности, тысячи агентов, сотрудников, кто прослушивают или хотя бы мониторируют, вовсе не обязательно прослушивают, но, во всяком случае, отслеживают миллионы телефонных разговоров, которые вернут между собой люди, и люди, ведущие совершенно законопослушную жизнь, как в США, так и за границей. Поэтому были две совершенно непохожие друг на друга точки зрения, они по-прежнему являются большим контрастом. Когда на прошлой неделе был семинар в Оксфорде, там были дебаты между этими журналистами, в газете Guardian, британской газете, которая опубликовала, опубликовала, просто очень много материалов от Сноудена, и теми людьми, которые представляли секретные службы, кто утверждал. И, кстати, они спорили яростно друг с другом, они рассердились друг на друга, поскольку обе стороны полагают, что противоположная сторона поступила дурно. Особенно со стороны секретных служб, потому что они утверждали, что они теперь миллиарды, миллиарды долларов и фунтов стерлингов должны потратить на то, чтобы воссоздать, создать снова ту защиту, которой нуждаются эти тайны. Они также утверждают, что наш мир становится все более опасным, что больше терроризма везде, включая и Россию, и Европу, и Соединенные Штаты, и Африку, и, конечно же, на Ближнем Востоке везде терроризма больше. И, конечно же, вчера стало известно о фигуре того человека, было сказано, что за последние 5, простите, не фигуры, а цифры вчера были опубликованы, было сказано, что 5 тысяч человек погибли во всем мире из-за разных террористических актов, включая 50 людей, кто были обезглавлены, им буквально отрезали головы, группа исламского государства, ИГИЛ. Поэтому мир не стал более безопасным, а в каких-то районах стало куда опаснее, чем раньше. И, прежде всего, и включая опасность для журналистов. Количество людей, погибших, убитых на Ближнем Востоке, а также в Африке, среди них было много журналистов. Раньше так бывало, что журналисты думали, что мы более или менее в безопасности, что нас не будут убивать. Ну, может быть, случайно могли убить, но нарочно уж точно не будут. теперь это уже не так. Итак, вот это общая такая история, та дилемма, которая стоит перед нами, как журналистами, состоит в том, стоит ли нам публиковать вот такие вот тайны, вот такие вот секреты. Является ли это нашей работой? Ну, что ж, это и есть наша работа. Журналистика существует, лучшая журналистика существует как раз для того, чтобы публиковать, и прежде всего публиковать те вещи, которые другие люди, власти хотели бы оставить в тайне. Особенно, если это в интересах общественности. люди должны знать, что происходит во их имя, на государственные средства, и в случае агентства национальной безопасности это все выполнялось как раз на... Фактически это осуществлялось на деньги налогоплательщиков, именно американцев. И поэтому люди должны знать, они имеют право знать об этом. Это одна сторона вопроса, другая, другой вопрос этой моральной дилеммы состоит в том, что нужно ли публиковать материал, который может быть страшно опасен, может привести к смерти людей. Вот эта секретная информация может привести не только к смерти, к гибели отдельных людей, которые будут определены как агенты, агенты или информаторы, например, или агенты секретных служб и так далее, но которые, так сказать, погибли, например, во взрыве бомби и так далее. Благодаря, из-за того материала, который был публиковал, то есть это помогло террористам найти этих людей и помогло этим террористам осуществлять эти акты терроризма. Это как раз то, что говорят секретные службы, но это не выбор. Поэтому вы занимаетесь журнализмом не для того, чтобы просто писать прекрасные, приятные вещи, которые основаны на пресс-релизах от различных бизнесов или правительствах, вы должны идти и искать и потом публиковать эти вещи. Должны заниматься поиском. С другой стороны, вы также являетесь гражданином своей страны, как Саша Сагамонов уже говорил об этом сегодня. Раньше вы гражданин и журналист. И все чаще и чаще мы видим, что граждане являются журналистами. То есть они могут ходить в интернет, они имеют право публиковать, они могут публиковать. то каким образом этого невозможно было 20 лет назад, сейчас это возможно. И поэтому это разделение между журнализмом и обычными людьми, она значительно меньше. Иногда она даже исчезает. Это разница. Блогеры иногда становятся настоящими журналистами. Они расследуют, публикуют, комментарии дают, они становятся популярными. Таким образом, как это было совершенно невозможно 20 лет назад, например. И поэтому какова наша моральная позиция должна быть в данный момент? Какая мораль? Какую мораль мы выбираем здесь? Как работа, как профессия, какое право мы имеем публиковать? С точки зрения граждан, потому что с точки зрения граждан это достаточно, потому что это может быть опасно для нас и для наших граждан. Это может быть опасно. подобная публикация. Возможно, наше общество становится более опасным. То есть мы даем возможность тем, которым хотят разрушить наше общество, даем дополнительные карты в руки. И вот эти у нас дискуссии есть сейчас в Америке, в Великобритании, когда мы говорили о том, какой аргумент у нас был, что мы не должны публиковать подобные материалы. Но большинство всегда секретные службы всегда так говорят. Если вы это опубликуете, это будет безопасно, будет последствия. Вы поможете террористам, если вы опубликуете это. Так они говорят. И частично так и есть. Действительно, они говорят, это справедливо. Такое замечание. Но всегда ли мы можем сказать, что они врали раньше? Они возможно и врут и сейчас говорят неправду, потому что они не скажут, какой вред, уже нанесен. Возможно, при этом они создают еще больше вреда. Поэтому вы сами должны решать эту моральную дилемму. Надо писать или не надо писать. Но хочу добавить еще один момент, который немножко отличается от того, что я говорил ранее. В той же самой области. Я уже говорил раньше, что для нас это было сложные времена, когда я говорю мы, когда я говорю мы, люди на западе. Это люди на западе и на востоке. Это мы. Это западная Европа, Северная Америка и восточная Европа, бывший Советский Союз. Особенно бывший Советский Союз, но в определенной степени также те государства, которые были в Комиконе, которые были в бывшем Советском блоке, в основном в Европейском Союзе сейчас уже не находятся. Да, и, конечно, Украина это центр, но это не только касается Украины, безусловно. Я уже, как Лена правильно сказал, я уже больше 20 лет приезжаю в Россию, начиная с какого года, с конца, с конца Советского Союза, с 91-го года я сюда приезжаю, как вот мой друг и коллега, как он пил, мой друг коллега, который был главным издателем Financial Times до меня и вот мы очень близко работаем с этой школой, мы любим эту школу, мы привержены этой школе, мы Лена, Юрий, Саша и другие, которые дают возможность двигать вперед эту школу, она продолжает развиваться и мы очень близко понимаем это и действительно это русский дом для меня но сейчас становится все сложнее чем это было за эти 20 лет которые два десятилетия фактически прошло уже моя страна Великобритания и ваша страна Россия они были достаточно доброжелательны сложности были споры были но конечно были очень доброжелательны и дружеские но главное в принципе можно сказать что большинство я думал все слушали что Хауна закончилась все так считали то есть это все уже ушло то есть этот период был наших бабушек дедушек все ушло ничего не осталось и большевистская революция 17-го года и конец Советского Союза 91-й год все вот-вот-вот это как раз холодная война между Западным Советским Союзом закончена мы думали все закончилось мы думали новое общество новая дружба взаимоотношения новые условия возникли и никогда ничего не вернется назад к тому времени вот это недоверие подозрительность страх друг к другу отношения друг к другу как это было раньше но мы пока еще не вернулись назад но мы можем опять вернуться назад к этому мы можем вернуться к тем временам и фактически мы уже возвращаемся к тем временам когда уже есть уже недоверие уже есть страх уже это присутствует когда мы когда мы спорим которые сейчас уже острые аргументы споры которые постоянно сейчас развиваются наши прямо перед нами прямо сейчас что это означает какие-то последствия для нашей работы для журналистов для журналистов что это знает вот эти вот эти вот жесткие споры постоянно увеличивающиеся напряженной ситуации вот знаменитый русский журналист который является корреспондентом Ватикане который сегодня вчера выступал который фактически рассказывает нам о папе римском папе вот он фактически дает информацию о папе римском и вот он как раз он мне раньше рассказывал недавно что-то когда он летел с папой Франческо он как раз на обратном пути они разговаривали он рассказывал мне с папой и Франческо как раз сказал он говорил о двух первой мировой и второй мировой войны они обсуждали и Франческо сказал в определенной степени мы уже в середине третьей мировой войны это конечно это это достаточно страшная вещь которая сказала страшная мысль то что сказал римский папа и что мы что мы делаем журналисты что мы делаем для того чтобы западная Европа восточная Европа и что нам делать с этой меняющей ситуацией когда мы видим что они становятся все больше и больше становятся врагами отчуждаются друг от друга что делать то есть первые первые две мировые войны первая вторая мировая война раньше была как Россия с одной стороны была потом Советский Союз был второй мировой войне с одной стороны и Великобритания Америка Франция с другой стороны мы были на одной стороне были союзниками в обоих мы воевали против немцев австрийцев и других союзников оси и мы были на нашей стороне мы все были на одной стороне у нас было много сложностей конечно во второй мировой войне были сложности но тем не менее мы были союзниками и вот в эти две войны немецкие журналисты естественно они не пытались быть честными в отношении британцев и русских, естественно, особенно против русских они писали, безусловно, и они неправильно, конечно, говорили о американцах, и наоборот, мы, наша страна, британские, российские, американские журналисты, тоже, естественно, они говорили, конечно, тоже, то есть они говорили о войне, то есть они пытались более-менее объективно говорить о войне, но, в общем, конечно, такой несправедливости не было поднушения. То есть и Германия, Это было особенно справедливо, когда в России были два удивительных журналистов, военных журналистов в Советском Союзе. Удивительные были Илья Эренбург и второй журналист наиболее известный Гроссман, Василий Гроссман. Удивительные были журналисты, знаменитые. «Жизнь и судьба» — это, наверное, одна из самых удивительных романов XX века. Это одна из самых лучших романов, наверное, XX века. И они писали о победах, конечно, о поражениях писали Красной Армии, а потом о победах Красной Армии, по мере того, как Красная Армия начала побеждать и начала выгонять немцев из России, из Европы и, в конечном итоге, закончили войну в Берлине. Но что сейчас происходит? Возможно, может, даже слишком идеалистично сейчас думать, даже, несмотря на то, что сейчас уже поздно, можно, конечно, помечтать, хотя поздно уже сейчас. Возможно ли сейчас, чтобы журнализм, журналистика стала другой? У нас есть сеть, у нас есть интернет, мы можем читать материалы друг друга так или иначе, это легко, все доступно в любой части мира, в любом уголке. Все, чтобы опубликовано в Петербурге, Москве и, наоборот, можно все читать везде, где здесь доступность. Можем ли мы использовать журнализм, чтобы понять лучше друг друга? Может быть, журналистика поможет нам в этом? Может быть, вернуться от того, что куда мы идем, вот к этой войне мы идем, вот война на телевидении, например, на телевизионных каналах, например, в газетах. Можно ли использовать наш профессионализм, наше наблюдение, наше понимание друг друга, которое значительно больше, чем это было раньше, в прошлом веке, как это было? Может быть, попробовать, так сказать, быть арбитром в отношении того, то есть попробовать сблизить, может быть, журналистика может это сделать в различные стороны, чтобы лучше понимали, потому что, конечно, журнализм – это сила, которая рассказывает, открывает, раскрывает. И одновременно это может быть сила добра, которая может понять взаимопонимание и создать условия для будущего мира. Может быть, журналистика в состоянии сделать это? Дмитрий Коновалов, Забайкальский край. И вопрос такой. В российских СМИ была информация о том, что после публикации Сноуденом некоторых материалов в «The Guardian», после этого на газету было давление со стороны спецслужб. Правда ли? И в действительности есть ли некоторое давление после такой информации? Спасибо. Да, это справедливо было давление. Да, «Гардиан». Они напечатали большое количество материалов на диске, они получили эти материалы на дисках, получили, которые они потом загрузили и выложили. Да, и потом выложили, зашифровали, потом код, когда они закодировали их, чтобы было сложно было прорваться через этот код. И после этого британские секретные агентства сказали, что эти материалы принадлежат нам. Это наша информация, а не ваша информация. Сказали, мы хотим, чтобы вы нам отдали секретные службы. Сказали это. Да, и главный издатель «Гардиана» сказал, да, но дело в том, что, возможно, вы правы, но это не просто в наших компьютерах. Это уже в компьютере Соединенных Штатов, это в компьютере Бразилии уже есть эта информация. То есть, Шнолден был в Германии. То есть, это везде сейчас. Эта информация уже распространилась. И, то есть, это современная информация, ее невозможно... Это не кусок бумаги, физический кусок бумаги, который... То есть, она физически существовала, например. Да, это уже цифры битые. Это уже не так. Это не бумага. Ее нельзя взять и сжечь. Она уже ушла, ее невозможно собрать обратно, сказал. И британские секретные службы, они были раздражены этим, как вы можете себе представить. И они сказали, да, но, тем не менее, мы хотим разрушить, хотя бы уничтожить ваш, хотя бы, версию. И вот, и потом... Да, сейчас фильм даже дело сделали по поводу этого. Там была сцена такая. Как раз они взяли лэптопы двух репортеров. И они... Потом они пошли в подвал, Гардиан газеты, и в подвал ушли. И потом они пошли в магазин и купили молотки в магазине. И потом разбили эти компьютеры молотками. Да, и потом заплатили за компьютеры, которые они раздолбали молотками. Очень-очень вежливо, да. Все нормально. Ну, вежливые ребята, но раздолбали диски, компьютеры, да. Все память уничтожили. Все, убили. А проблема... Дело в том, что... Ну, ничего не изменилось. Потому что, как Распус сказал, совершенно информация уже была везде. Она уже распространилась. Ну, и одновременно это просто дало возможность Гардиану. Прекрасная история, которую можно будет рассказать потом. Вот даже фильм был сделан. То есть, большое... Ну, действительно, давление было. Это было... Давление было. Это совершенно очевидно. Это... То есть, наверное, это не самый красивый момент, в истории британской спецслужбы. То есть, Джеймс Бонд не участвовал в этом. То есть, если бы Джеймс Бонд в этом участвовал, наверное, он сделал бы это более изящно. И не так грубо. Безопасности, между прочим. Подобное совершенно невозможно. Я когда ехал сюда, вчера в машине по радио мне рассказали... Было его интервью какое-то. Он сказал, что он ездит в метро в Москве. Серьезно? Серьезно? Да? А по какой-то нет? Это не сообщили. Продолжаем, коллеги. Наш выпускник из Грузии. И для нас просто исключительно ценно и важно, что он находит возможность приезжать сюда на наши форумы. Причем мы ведь вместе с Нодарей, я имею в виду и Лену, и себя, и остальных коллег, мы пережили эту ужасную российско-грузинскую войну 2008 года. Он приезжал к нам еще до и продолжает делать это сейчас. Нодаре, мы вас приветствуем. Ваш вопрос. Спасибо огромное. Нодаре Дороселье, выпускник 2008 года. Я внимательно слушал эти два дня. Что хочу сказать. Вот деятельность журналистов и политиков может быть часть уже этой Третьей мировой войны, которую говорили предыдущие ораторы, и вы тоже, господин Ллойд. Полагаться на честность политиков и журналистов не приходится, по-моему. Как вы думаете, что надо делать конкретно? В общих чертах все мы понимаем, что моральный выбор, еще другие какие-то поступки не помогают. Это во времени очень растягивается. Надо конкретные какие-то шаги принимать. Потому что, и что творится на пространстве СНГ во всем мире, показывает, что медлить нельзя. Что вы думаете по этому поводу? Медлить. Медлить нельзя. Потому что надо конкретные шаги делать. И людям, конечно, конкретно. И журналистам, и политикам, и не знаю. К законодателям, всем абсолютно. Нам здесь. Спасибо. Я понимаю вас. То есть, нужно какие-то конкретные шаги, конечно, безусловно, для того, чтобы предпринять, чтобы была база для этого морального выбора. Нужно что-то делать. И что касается, особенно в конкретном случае, например, секретов, например, тайны, которые секретные агентства, службы, которым владеют этими секретами. То есть, называется intelligence по-английски. Называется сбор информации. И вот эти вещи, можно немножко вернуться сейчас назад. То есть, работа секретных агентств, служб, с одной стороны, она значительно проще. Потому что у них есть инструменты, возможности, цифровые возможности. И в интернете, в социальных СМИ могут слушать специальные приборы, дроны. Все, что угодно. Для них сейчас значительно проще знать, что происходит в других странах. Значительно проще, чем это было раньше. И значительно раньше сейчас сделать хакерскую атаку. Влезть в любой компьютер. Это непросто, но может быть сделано. То есть, они специальные. Есть определенные хакеры, профессионалы, которые могут выйти в любой компьютер. И тесты западные европейцы, и европейцы делают все то же самое. Все пытаются хакнуть компьютеры друг к другу, базы данных друг к другу. И русские делают, и американцы делают, и Европа все одинаковые. Узнать, что делают другие. Что вы делаете с этим? Если вы журналист, если вы получаете эту информацию, что делать с ней, с этой информацией, если вы получаете ее? Мне кажется, что выбор здесь, выбор, который был у Сноудена, когда он имел все эти материалы. И он почувствовал морально обязанным выложить ее в общественное... сделать ее достоинным общества. То есть, единственный выбор какой был? Пресс-конференция. Он пытался поговорить со своими менеджерами, но они просто оттолкнули его. Забудьте об этом. Никакой пресс-конференции. Он мог бы опубликовать, он мог бы поговорить с репортерами, с журналистами, но он не рассказал о документах, он не показал эти документы. Наверное, это было бы менее опасно, особенно если допускаете, что секретные службы правы, и это может быть действительно опасно. Но вот если я получил бы такой материал, как журналист, я действительно, мне будет, действительно, у меня будет конфликтное состояние души. Я не знаю, что с ним делать, если бы я, дали мне такое, получил бы, я бы раздирался, публиковать, не публиковать, я бы разорвался. Я думаю, что, возможно, это вот третий способ, может быть, есть, то есть, можно рассказать, что есть такой материал, можно сказать, который, вот, говорит об этом, то есть, который может повлиять на определенное количество людей, миллионы людей, может, которые, вот, какие-то есть определенное влияние на этих людей, на миллионы людей, последствия могут быть. И прежде чем открывать публики, всему населению, общественное достояние, прежде чем это сделать, вот, может быть, такой подход, рассказать об этом. Ну, это справедливо для России, и справедливо на Ближнем Востоке, и в Африке, и в Западной Европе, и везде. Вот им, вот этот, вот этот рост терроризма, банд, сетей, настолько быстро развивается этот терроризм в определенных областях региона, как мы видим, в Ираке, что сейчас происходит, особенно и в Ливии, что сейчас происходит с терроризмом, развивается очень быстро. И, как мы видим, на Кавказе происходит, на определенных или в частях Кавказа, не в Грузии, нет. И это, и, и, то есть мы должны понимать, журналисты должны понимать, что мы уже более не в том мире, в котором можем допускать, что то, что мы будем публиковать в определенной степени, никому не сделает больно. Такое уже допускать нельзя. Вот такое допускание, то мир становится все более-более опасным, поэтому есть такие возможные последствия, когда мы сделаем вред другим. И вот, и вот эта вот конкретная инструкция в отношении репортеров, журналистов, нужно тщательно продумать. То есть материал, который в интересах населения, народа, нужно его публиковать. Это если это какое-то открытие, то есть, наверное, Сноуден, ну, нужно ли было раскрывать эту информацию, но, возможно, детали нужно было бы убирать. Вот, хотя информацию базе своей нужно было предоставить, безусловно, как бы это сделал бы, надо было сделать Сноудену. Господин Лойн, есть такое понятие профессиональное журналистское сообщество. В некоторых странах оно организовано, сильно и авторитетно. Оно существует в форме профсоюзов или неких этических комитетов, решения которых авторитетны и обязательны. Российское журналистское сообщество таким авторитетным похвастаться не может, хотя бы потому, что есть журналисты государственные и есть относительно независимые. Как Вы думаете, вот такие сложные этические случаи можно ли и стоит ли поручать так называемому журналистскому сообществу, как последней инстанции? Или, по крайней мере, советуют с ним перед тем, как принять такое решение? То есть, вот сообщество журналистов, да, которые уходят за границы России, да, в Британии, которые существуют во всем мире, да, можно ли... Международные, международные сообщества, национальные. Я думаю, да, наверное, есть вот такое определенное... Я думаю, что вот мой опыт журнализма, всю свою жизнь, всю мою рабочую жизнь я провел в журнализме, так или иначе, я прихожу к выводу, что есть, существует определенное количество... Люди признают друг друга, узнают, уважают друг друга. То есть, есть вот такое сообщество всемирное, которое примерно идеалы одинаковые, идеи примерно повторяются, сложности примерно одинаковые у всех в журналистском сообществе. Это есть, но, не знаю, действительно, это настоящее, существующее, действующее сообщество такое... Я не уверен, что оно действительно... Вот это журналистское общество в течение всей моей жизни, оно было небольшое, оно небольшое, еще несколько тысяч людей, ну, может быть, пару десятков тысяч журналистов. Подожди, с другим другим сообществом, оно было совсем небольшое сообщество журналистов в Великобритании. Определение журналиста, что такое журналисты, или тот, кто публикует материал, например, публикует интересные статьи, или не очень интересные комментарии, факты, там, расследования. Это они, может быть, кто угодно может сейчас сделать, это может шире базы, может быть, любое, с компьютером, доступ к интернету. То есть, мы сейчас переходим в ту область, на тот уровень, когда фактически журналисты уже по-другому на него начинают смотреть. Дефиниция журналистов уже меняется, это не просто журналы, газеты, телевидение, это уже по-другому стало, это уже становится... Экология совершенно другая материала, она шире, глубже, и журнализм только часть вот этого большого объема. Но сейчас больше, в нашем поколении предоставляется больше количества информации, колоссальной информации, чем было 30, 40, 50 лет назад. Объем информации, такое количество, настолько больше это информации, колоссальные объемы, масса информации, которые вы фактически не можете ни посмотреть, ни прочитать, такие колоссальные объемы информации, только маленькую часть можете изучить. Большое количество информации. И вот это, конечно, меняется то, каким образом журнализм рассматривается людьми. И вот мой сын, ему сейчас за 20, если он хочет найти что-то, он не читает газету, он негодяй, негодяй, ленивый. Он идет в интернет, и он находит все, что ему нужно из интернета, все находит. Что-то из газет там, наверное, может, что-то от отца. И так, большинство, не из газет, а это совершенно другая источник информации. Чтобы проинформировать себя, это совершенно другой механизм самоинформирования. То есть, вот используя вашу... Да, то есть, это вот фоновая информация того, что я хотел сказать. Пожалуйста. Лобунов Юрий, Брянск. Вы говорили, что сейчас есть техническая возможность лучше понять друг друга благодаря обмену информацией. Обмену информацией. А есть ли востребованность в этой информации? Я подозреваю, что далеко не всем жителям Европы, и тем более США, интересно, что на самом деле происходит в России. Точно так, жителям России, наверное, ну, если что-нибудь уж чрезвычайно смешное или страшное, можно посмотреть. А вот узнавать жизнь, боюсь, что немногим интересно. Как вы думаете? Вы пессимист. Вы пессимист. Вы пессимист. Я думаю, что... Я думаю, что, значите... Это более возможно сейчас понять друг друга. Больше возможности, чем это было раньше в человеческой истории. Сейчас есть возможности. И также больше возможности не понимать друг друга. Так же. Но одновременно есть возможность, как я считаю, это знать друг друга больше. Узнать друг о друге больше, чем когда-либо бы это было ранее. И я вот хочу сказать, что... Когда я был маленьким детенышем... То есть вы, русские, для меня, как я рассматривал вас тогда, были странными людьми. Вы были страшные. Вы были непонятные. Ну, это была тогда, конечно, холодная война, когда я рос. И, возможно, вы, мы, британцы, американцы, тоже немцы, французы и так далее, тоже. Вы были... То есть вы так же их боялись? Вы рассматривали как страшные, непонятные с точки зрения русских так же? Ну, вот и вот когда... А вот теперь можно видеть, читать, смотреть, слушать, обмениваться информацией. Вот эти вещи, которые публикуются, присутствуют. И все, в любой стране мира это все есть, присутствует. И вот мы можем читать. Вот мы всегда читали русскую литературу, например. Но сейчас мы можем читать современные российские фильмы, документы, книги. И многие читают. И то же самое исправили его и с другой стороны. И я думаю, что вот эти возможности взаимопонимания, которые сейчас, они настолько стали больше. И я вот хотел сказать вот в конце, что, наверное, это, может быть, доделистический взгляд на вещи. Но, тем не менее, я хочу сказать, у меня есть определенные... Смысл есть в том, что я сейчас скажу. Я думаю, что мы в журнализме, в конечном итоге, наша работа – это постараться понять суть вещей. Читать, разговаривать с людьми. Постараться понять, что происходит в действительности, что происходит в Украине, например, наша задача. И вот действительно, какая истинная суть вещей, какова понять... Никогда не полностью картина, не полностью, но получить хотя бы часть этой картины. То есть, мы можем маленькую часть вот этой мозаики понять, постараться. Вот эта маленькая часть вот этой мозаики, она сейчас значительно крупнее, чем она была раньше в нашем понимании. Если мы считаем, что мы будем оптимистами, так сказать, а вы не оптимисты, то тогда можно сказать, что, по крайней мере, у нас есть инструменты для взаимопонимания. И вот мы в журнализме особенно, у нас есть ответственность использовать эти инструменты для взаимопонимания. Как известно, кроме вооруженной войны на Донбассе, Украина ведет еще информационную войну. И многие, кто в Украине считают, что мы уже проиграли эту войну. Как вы считаете, так ли это? И если нет, то что нужно сделать украинским СМИ, чтобы все-таки выиграть информационную войну? Не знаю, не могу ответить на... Вы, пожалуй, меня оглушили этим вопросом. Не уверен, что я могу или способен на него ответить. Хотите ли вы сказать, что задача украинских СМИ или задача российских СМИ состоит в том, чтобы, значит, помочь Украине или России в том, чтобы одержать победу? Это ли вы хотите сказать? Цех, который в этом зале все равно нельзя давать, поэтому поедем дальше, давайте. Так, прошу вас, прошу вас. Простите? Без микрофона, можно будет потом услышать? Я не думаю, в первую очередь, мне не кажется, это очень сложный вопрос. В первую очередь, я пытаюсь сказать, что несмотря на то, что можно считать естественным для украинских СМИ или бизнеса, поддерживать правительство Украины при всех различиях, значит, на Украине, вы знаете свою страну гораздо лучше меня. И очевидно, что также, естественно, большинство, значит, российским СМИ поддерживают президента Путина и российское правительство. Однако, мне кажется, что, по крайней мере, должна существовать возможность для того, чтобы выйти за пределы агитационных кличей и попытаться понять, что делает Россия и почему она так поступает, что делает Украина и почему она так поступает. И, быть может, в качестве интересной параллели, можно было бы, например, сослаться, например, Индии и Пакистана, которые в известном смысле, их две эти страны объединяют много общества, и при этом отношения между ними далеко не самые безоблачные. На протяжении десятилетия мы знаем о множестве приграничных конфликтов и так далее. В то или иное время бывают, значит, случаи, когда, значит, индийские и пакистанские журналисты, производят репортажи из, значит, этих стран, противоположных стран. Мы знаем пример, значит, грузинского журналиста, пишущего из Абхазии, абхазского журналиста, пишущего из Грузии. Правда, это единичный случай, но, тем не менее, это возможно. По крайней мере, следует в особенности в случае взаимоотношений между Россией и Украиной, когда две эти страны настолько взаимопроницаемы. Подобные инструменты должны использоваться, инструменты понимания. И это отличается от украинского телевидения. Поэтому ждем на следующем форуме. Уважаемый Джон, уважаемый коллега, я имею примерно такой же опыт, такое же количество лет я проработала в профессии, я такого же возраста, примерно, как вы. И для меня нет вопроса печатать то, что я узнала или не печатать. Я знаю, как я поступлю. И, наверное, информация, которую вы озвучили, важна для более молодых коллег. Еще хочу сказать, что не советовала бы вам, если вы овладели материалом, который может повлиять на жизнь людей, заявлять только, что вы знаете что-то, потому что это подставляет жизнь самого журналиста. Вот это опасно. И я хочу сказать вообще о другом. Я сейчас вспоминаю, как к нам в Нижний Новгород 20 лет назад приехали два голландца. И я не помню их. Два человека из Голландии. Редактор и кто-то из корреспондентов. Они оба были на пенсии. И они по программе ТАСС к нам приехали совершенно бесплатно. И три недели нас учили. И после этого мы не только вошли в профессию. Нам было тогда сложно из советской журналистики выходить в что-то современное. Нам было очень сложно тогда. И они помогли сделать это большое дело, вот освоить новую журналистику. И более того, после этих курсов, двух голландцев, я сама веду курсы журналистики очень много лет. И в Москве, и в Нижнем Новгороде, и в какие-то регионы выезжаю с курсами. Так вот, я хотела в вашем лице и в лице ваших коллег, которые сейчас под экраном скромно сидят, просто вам сказать большое спасибо за подвижничество. Это было чрезвычайно важно 20 лет назад. И очень важно, что вы и ваши коллеги вот так вот умеете возможность подняться, собраться, найти время, силу, энергию, чтобы снова поехать и говорить с молодыми людьми, приходящими в профессию в сложное время. Вот вести такой разговор. Это искренне, я всегда такая сомневающаяся в том, что говорится. Это правило, да, сомневайся в том, что все говорят. Я всегда сомневаюсь, но это очень важно, что вы есть. И спасибо вам большое. Я не помню даже имен этих людей, но вот хочу вашему лице и поблагодарить. Спасибо, спасибо вам. Как я сказал, это очень важно, чтобы у нас будут связи между нами. Не только один раз в год, но связи между нами чрезвычайно важны. Так, коллеги, а кто еще не говорил? Такие есть? Ну, пожалуйста, тогда вы. Да. Нет, нет, кто-то один. Евгений Коноплев, Москва. Спасибо большое за очень интересный и искренний рассказ о постановке проблем, которые вы ставите, занимаясь на курсах с журналистами. Вы знаете, буквально вчера вечером я досматривал актуальную серию, вот самую свежую, сериала, снятого очень уважаемым режиссером Аароном Соркиным под названием «Ньюсрум» – служба новостей. Ровно те же проблемы, о которых вы говорите. При этом где-то в прошлом сезоне другой уважаемый режиссер Ридли Скотт, снимающий сериал «Good wife», хорошая жена, «The good wife», он ставил такие же проблемы, но уже с уровня юристов, как трудно работать адвокатом, сталкиваясь с секретными службами. Это говорит о том, что американское общество, консолидировано, по крайней мере, в части интеллектуалов, борется с наступлением полицейского государства на их права. Это факт номер раз. Факт номер два. Сегодня мой коллега Фархад сказал фразу, что тем, против кого я пишу, естественно, не нравится, что я против них пишу. Я хочу спросить, насколько имеет право ни интеллектуал, ни общество, а журналистское сообщество выступать и писать против кого-то? Или они могут быть только зеркалом, как рассказывал нам Юрий? То есть, насколько может журналист... Нет, Фархад говорил, когда я пишу против кого-то, а Юрий нам говорил, что журналист только зеркало. В этой дихотомии или я объективен, или я понимаю проблему и становлюсь против этой проблемы. Объективность журналиста. Любопытно, Евгений. Я, кстати, не знал, что Ньюзрум показывают в России, как интересно. Я с большим интересом смотрел этот сериал, и мне казалось довольно интересным, правда, упрощенным в ряде подробностей и аспектов, но, тем не менее, я находил его любопытным, этот сериал. Но вопрос о том, писать против кого-то, да, или ряда лица. Мне кажется, что журналист — это не зеркало, на мой взгляд. Я не думаю, что можно держать зеркало перед обществом. Не в этом задача журналиста. Хотя бы потому, что все мы обладаем некими представлениями, идеями, предрассудками, убеждениями, мнениями, которые так или иначе прерываются. И, пожалуй, не следует быть зеркалом, а пытаться отделять факты от комментариев. Это одна из причин, по которой большинство британских издателей, в крайней мере, те, с которыми я сотрудничал, придают особое значение постановке фактов. Кто, когда, почему, кто это был. Значит, это первый вопрос. Правильный правописание имен. Где произошло это? Значит, что произошло? Когда это произошло? И в той мере, в какой вы можете сказать, почему это произошло? Вот основной вопрос, на который должны ответить все журналисты. И это, наверное, самая сложная часть работы. Конечно же, при этом следует понимать, что мнения должны выражаться с соблюдением принципа плюрализма, не забывая и о других особенностях нашей профессии. Но, пожалуй, гражданственность, если вернуться к сессии Александра Сагамонова, это действительно моральный авторитет, так, чтобы люди могли воспринимать, принимать, в общем-то, по крайней мере, то, в какой мере вы можете передать хотя бы ту крупинку правды, несмотря на то, что журналистика – это исключительно пристрастная профессия об этом. Позвольте мне задать вопрос. Не знаю, к кому он еще обращен, но много споров на Западе идет в отношении, взаимоотношения между Россией и Украиной. В Западной Европе, в Северной Америке. Вы, как россияне и украинцы, многое из того, что вы слышите – это пропаганда. Ну, скажем так, существенная часть того, что вы слышите или видите – это, в общем-то, пропаганда, которую вы видите по телевизору или слушаете, например, по радио. Очевидно и то, что российская журналистика или российские журналисты зачастую и во многих случаях обвиняют западных журналистов в пропаганде. По сути, это приводит нас в довольно… Конечно, я не подразумеваю людей, сидящих в этом зале, но я имею в общем смысле сообщество журналистов России и на Западе, или, допустим, в Америке. Это совсем нехорошо. Это нездоровая атмосфера. И не кажется ли вам… Есть ли у вас такое же впечатление? И кажется ли вам, что ваша журналистика, ну, в частности, когда господин Медведев ведет и считаете ли вы, что западная журналистика также погрязла в пропаганде? Кто-нибудь из вас хотел бы ответить на этот вопрос? Давайте пытаемся ответить. Коллега, вам слово, прошу. Да, представляйтесь. Фархад Гулямов в Сочи. Вот если по предмету, да, вскоре после того, как произошло воссоединение Крыма с Россией, я как частное лицо, частное лицо, не как журналист, пропутешествовал… А? Где журналист? Где журналист? Я в журнале работаю в Сочи. Вот. В Крым я поехал как просто частное лицо, как путешественник. Я две недели путешествовал, весь Крым прошел и разговаривал я с людьми, с разной национальности, и украинцами, и русскими местными, и крымскими татарами, язык которых я знаю и общаюсь с ними, да. И ни одного, ни одного такого, знаете, протестного отклика на предмет воссоединения я не услышал. Только единственный был момент, когда я в интернете случайно натолкнулся на интервью моего бывшего однокурсника, крымского татарина, который очень недовольным образом высказался после референции насчет того, что к России присоединился Крым, ему это не понравилось, его устраивала больше жизнь в составе Украины. То есть я хочу сказать, что мне вот недостаточно было через СМИ, пусть российских, украинских, американских, британских и так далее, составить мнение. Я захотел составить собственное мнение. И это мнение меня, наоборот, знаете, наполнило просто гордости тем, что мы снова вместе, и мы практически как родные. Меня, во всяком случае, принимали так. Джон, я даже вот вам хочу сказать, что с Фархадом спорить не стоит, поскольку почитаете, как называется журнал, где он работает. Не будет никакой охоты. Коллеги, если серьезно, продолжаем, продолжаем дискуссию. Прошу, сударыня. Так интересно, сударыня. Алла Дангурол, Республика Тыва. Может быть, я все-таки отвечу вот на это, а потом хотела задать... Если в пределах... Пропаганду. Я очень быстро. В пределах разумного, да. Действительно, это настолько грязная пропаганда, это даже вот не чистое пропаганда, не что-то такое, это очень грязная пропаганда. И с российской стороны, и с украинской. Очень стыдно за это. Ну, по крайней мере, в нашей редакции, в Республике Тыва, мы это вот так вот оцениваем. Республика... Тыва. Тыва. А, еще вот что я хотела, до того, как подняла руку, я вот что хотела сказать. Знаете, может быть, это не относится к тому, о чем вот сейчас вот мы все вот в тональности вот этого разговора, но когда вот со Сноуденом произошла вот эта бомба, у нас в редакции были очень страшные, такие сильные споры, и все-таки мы пришли к такому выводу, что... Ой, я не знаю, сейчас меня, наверное, здесь все застрелят, но... Я вас защищу. Спасибо. Знаете, мы все-таки пришли к выводу, что Сноуден все-таки в своей профессии был предатель. Предатель? Предатель. Вот и все. Да, потому что все-таки он... Все-таки все-таки... Да, он шел, он давал присягу, я не знаю, или присяга, или как это там называется, он давал какую-то подписку, и... Хоть как рвалось его сердце, ну, я не знаю, ну, не так это должно было быть, хотя, конечно, нам как бы хорошо, мы узнали столько секретов, ого-го, спасибо, но это все-таки предательство профессиональное. С другой стороны, было бы интересно, если бы какой-то журналист сам бы нашел к нему какой-то подход, и сделал бы это такую информационную бомбу, вот это другое дело. Ну, это вот так. Сударыня, если вас по возвращению домой пригласят куда-нибудь поговорить, вы не удивляетесь. Так, у стеночки, чья рука, не вижу. Прошу, прошу, сударыня, к микрофону. Наталья Добролюбова, Красноярск. Сегодняшнее выступление вы посвятили в основном вопросам утечки секретной информации. Хотела бы привести пару реплик и задать вопрос. Когда я вижу в прессе, даже на внутреннем медийном рынке опубликованные якобы какие-то материалы, которые якобы секретные, ну, я понимаю, как более или менее образованный человек, что если это официальные и действительные документы, они могли бы вполне быть в открытом доступе. Если это документы секретные и не подлежат огласке, значит, они в любом случае, ну, скажем так, незаконным путем попали в руки там тому же журналисту и этой редакции. И если она позволяет себе публиковать это, это уже факт, который ставит под сомнение и вообще, ну, дает мне очень много вопросов на подумать. Соответственно, я вот к чему. Секретные документы, которые носят характер государственной или национальной тайны, наверное, должны остаться полем для работы дипломатов и политиков, потому что журналистике есть чем заняться. Наверное, это вообще не совсем поле для наших каких-то действий. Это, конечно, может быть таким инструментом в игре, как вот Кольт придумал оружие и это стало фактором сдерживания какого-то. Ну, то есть, вот да, у нас есть вот один секрет, а у нас тоже есть секрет и тем мы балансируем интересы друг друга. Но все-таки не кажется ли вам, я, в общем-то, наверное, аудитории тоже журналистской хочу спросить, что государственные секреты, но это не совсем вообще наша тема. Может быть, я ошибаюсь. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, дискуссия будет, конечно, 10 минут на нее у нас есть. Так что, пожалуйста. Любопытно, что вы сказали, что господин Сомонодден вы воспринимаете его как изменника. Ну, безусловно, правительство США тоже так считает, да. Они с удовольствием боевого, значит, заполучили обратно. Это так. Не знаю, правда, что российское правительство о нем думает. Вот. Как его квалифицируют? Ну, разведслужбы США и Великобритании очевидно полагают, что все документы, которые были на его компьютере и те документы, которые он, кроме того, можно сказать, украл из НСА, из Национального агентства безопасности, все уверены, что российские спецслужбы получили коды и шифровки, и знают практически все. Кроме того, разведслужбы в США и Великобритании полагают, что и китайцы имеют доступ ко всем этим секретам. И известно, что сейчас гораздо проще заполучить информацию из компьютеров и мобильных устройств других лиц, чем это было ранее. Господин Сноуден говорит о том, что ключи или коды шифрования настолько сложны, что никто их не может взломать, но существует мнение о том, что интеллект российских и китайских спецслужб безусловно позволил им получить доступ к этим всем этим материалам и документам. Поэтому в этом контексте пожалуй, слово изменник, оно безусловно звучит в отношении этого господина в американской разведке. Я в этом уверен. Вопрос, который вы подняли, кажется, мне кажется, что он находится в средоточии того, о чем я пытался говорить, то есть в сердце. Мы, как журналисты, не можем более предполагать, эффекты. Наверное, сегодня невозможно сохранять секреты, хранить секреты так, как это ранее делалось в сфере государственной службы и государственной иерархии, развития информационных технологий и социальных инструментов изменили мир в такой мере, что как правительство, так и корпорации знают о нас так много, что мы в сущности живем в другом информационном пространстве, где приватность, конфиденциальность отношений или переписки, или приватность в сущности может стать очень уязвимой, она в сущности стала очень уязвимой. И это, кстати, доказывается казусами Викиликс и господина Сноудена, и это только часть нового контекста или информационного пространства, в котором мы живем. и когда подобная информация из достаточно, пожалуй, из самых тривиальных источников о том, что мы любим читать, например, потому что если вы пользуетесь сервисом Amazon, покупаете книги или музыкальные диски, Amazon достаточно хорошо осведомлен о вашем предпочтениях. И очевидно, что информационное пространство, в котором теперь живем мы, в котором растут наши дети, кардинально отличается от того пространства или мира, в котором мы жили даже 20 лет назад, что фактически взыскует новых типов журналистики, новых форматов, новых форм сотрудничества, что означает, что в школах и вузах, в институтах, подобных этой школе, в интеллектуальных центрах образование все чаще и все больше будет содержать элементы о том, как мы должны себя вести в подобном пространстве и институты, подобные московской школы, которые почти четверть века говорила и посвящала свои семинары концепции гражданственности и тому, как мы можем соотноситься в качестве граждан, все это меняется, и наша образовательная система на сегодняшний день нигде в мире еще не постигли этого и не идут в ногу с этими изменениями, которые во многом вызваны или проделываются людьми, которым может быть всего 20-22 года и которые живут в Калифорнии, например, и меняют лики этого мира. Зачастую мы просто не отдаем себе отчета в том, какой мир мы сегодня видим. Таковы будут задачи журналистики и образовательной системы. Конечно же, речь идет и о том, что этот мир может быть благим или наоборот исполненным опасностей, угроз, пропагандой, недоразумений. Но мы, как журналисты, у нас действительно, как вы сказали, у нас очень много работы и ответственности понять себя и понять других и помочь людям понять себя. Вы что? Вот эти три минуты я и займусь сейчас комментарием по поводу того, что было сказано. Мне кажется, послушайте меня, коллеги. Моя задача здесь соблюдать регламент. Я вас уверяю, что он будет соблюдаться все оставшиеся дни. Я не знаю, как вы раньше жили, пока. Но теперь будет так. Я в заключение хотел бы вам сказать, что Джун Ллойд поднял важнейшую тему. здесь не то, что в порядке полемики, а может быть, просто реагируя на реплику Натальи Добролюбовую, я хотел бы поделиться с таким соображением. Может быть, и не дело, как кажется, обсуждать вот эту проблему раскрытия государственных секретов. Но на самом деле в центре сегодняшнего дебата у нас были не государственные секреты, а было то, что государства становится слишком много. это если хотите глобальная проблема, которая объединяет и восток и запад. Государство становится слишком много повсюду. Оно лезет туда, куда оно раньше не лезло, не потому, что было другим и было более добрым. Оно не лезло туда, потому, что у него не было технических возможностей для этого. А сегодня есть технические возможности. И государство начинает сканировать и просвечивать все стороны или почти все стороны индивидуальной жизни. Вызывает ли это беспокойство? Безусловно. Кто наиболее информирован о том, в каких масштабах это происходит? Люди, подобные нашему другу Сноудену. Сноуден в прошлом году попал в десятку людей года по версии журналу Time. Я читал статью о нем там. То, что там было написано ужасно. Там была нарисована схема того, каким образом идет сканирование информации, просвечивание информации специальными американскими службами. То есть те знания, которыми обогатился Сноуден, пока там работал. И я говорю не о шпионской стороне дела. Речь идет о том, почему его так неоднозначно восприняли в США. Гораздо менее однозначно, чем в Тувинской редакции. Потому что возникает опасение того, что будет с личностью, что будет с нашей с вами свободой. В конечном счете. И эта тема находится как раз на стыке двух вещей. С одной стороны, того самого гражданского просвещения, которым занимается школа, а с другой стороны, деятельности прессы, которой занимаетесь вы. И где это обсуждать, как не на таких форумах, как наш. Поэтому то, что Джон Ллойд сегодня поднял эту тему, и то, что, разумеется, мы не могли провести масштабной, всех устраивающей, всесторонней, объемной дискуссии, но потому, что у нас просто есть с вами программа. Но тема поднята, это значит, начали мысли здесь какие-то шевелиться по этому поводу. Это уже хорошо. Вы заметите, что Джон Ллойд, это вообще у нас не принято. Никто тут не навязывает никому никаких точек зрения. Вот подтолкнуть процесс размышления, это то, что необходимо. Джон Ллойд это сделал, я очень ему благодарен, и прошу вас присоединиться к этой благодарности. Бывшие пришли. Коллеги, официальная часть завершена, я вас вручаю вот этим неуемным людям, пожалуйста. Бывших не бывает. Так, как вы помните, кто хочет отдыхать, отдыхает, кто хочет остается, да, это Андрей Александрович, кто хочет посмотреть отец.